Ом ТВ Юэй про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Вот эта дичь, которую вы сейчас услышали, реальная дичь, это на самом деле кусочек цитаты государственной политики. На Саратовском направлении армия России продвинулась в районе... Привет. Ну, начнем с курьезов. Если посмотреть на карту пока еще России, то Саратов это достаточно далеко от границы с Украиной. Это даже за Волгоград, из околиц которого, собственно говоря, и приехала Оля Скобеева покорять Москву. В принципе, у нее все в данном случае получилось. Значит, российские пропагандисты, понятно, делают вид, что у них все хорошо. Россияне не умирают, а украинцы, соответственно, умирают или почти умерли все. Но, с другой стороны, сама Оля Скобеева постоянно подчеркивает, что она врет. А Оля Скобеева в данном случае это такой предмет. Да, предмет. Он нарицательный. Потому что вы же к магнитофону, который транслирует какие-то песни или какие-то другие звуки, не относитесь по-другому. Так вот, магнитофон Скобеева врет и признает это. Понятно, что есть российская пропаганда, понятно, что есть украинская пропаганда. Мы сообщаем, что у них заканчиваются солдаты, они со своей стороны опровергают. У нас никто ничего не опровергает. У нас просто игнорируют вот эти заявления. Почему? Потому что мы сами прекрасно знаем цену этой войны. И потери, конечно же, в украинской армии есть. Но они есть и в российской армии. Сколько бы ни надували щеки там на болотах. И когда они надувают эти щеки, иногда это действительно становится просто курьезно. Только что Скобеева сдала Саратов. А если она сдала Саратов, то посмотрите по карте. Получается, она сдала и Воронеж, и, соответственно, Волгоград. Но они неугайманимые. Их сложно успокоить в рамках одного эфира ненависти. Тут есть такие, которые делают предположение, что и Санкт-Петербург уже не Россия. Но, очевидно, после того, как на днях там был маньяк Владимир Путин. Да, много событий всяких. Но все-таки надо заметить, что Украина старается. И как-то напала на Санкт-Петербург, видимо, и там за последние 60 лет было всего 42 минуты солнца. Понимаете? Ну, как-то смогли все-таки. Что-то они могут. Не надо. Не все так просто. Что касается, кстати, банков. Прозвучало, что они такую баснословную прибыль. Я, конечно, за них... Вы так не шутите про нападение украинцев на Санкт-Петербург. Не надо. Не надо. Не те времена. А то, что солнца... Нет, это плохо. Понятно, почему Путин маньяк. Ну, очевидно, на него повлияла питерская погода. Ведь он из этого города. Есть такое мнение, что жители Санкт-Петербурга отличают тысяча один оттенок серого. Серого неба и серой жизни. И поэтому, очевидно, он такой агрессивный. Потому что его нужно просто немножечко положить под солнце и оставить. Ну, чтобы не сбежал на всякий случай. Значит, война действительно очень-очень жесткая. И местами есть у нас успехи. Местами продвигаются российские захватчики. Тут сейчас вся российская агитационная сволочь радуются тем, что начали использовать кассетные авиабомбы. И какой-то кадр сейчас блуждает по телеграм-каналам. Возможно это? Возможно. Но никогда не забывайте, что они в своей массе и о своих успехах, и о своих продвижениях врут. Вот вчера была информация о том, что якобы пилот Су-27 перелетел в Российскую Федерацию. Может быть, кто-то перейти на сторону врага. Все возможно. Но если пилот перелетел на самолете, то что нужно сделать? Этот самолет показать. На этом, собственно, все. Российские пропагандисты просто делают поворот тумблером. И, соответственно, это выносят все за скобки. Кошмар. Сюр абсолютный. Себя чувствуете? Ну, отхожу потихоньку. Отхожу. И вот что произошло. Значит, звонят. Это где-то полдесятого ночи. Алло. Алло, Людмила Ивановна? Да-да. Здравствуйте. Мы из организации «Правнуки Победы». Хотели бы вас пригласить на СВО. Ну, я ничего. Прерывается все. Я взяла и положила трубку. Ну, по записи вы разговаривали примерно минуты три. Это так? Нет, меньше было. Я не могла минуты три разговаривать, потому что я уже была такая. И потом думаю, ну, кто мог так ночью позвонить и взбодрить в 10 часов ночи. Правильно ли я поняла, что вы не понимали, с кем вы разговаривали? Абсолютно. Абсолютно. Потому что все прерывалось. Все, мне кажется, мне даже казалось, что кто-то просто такая не то шутка, не то... И только после того, как пошли звонки по всей России, я поняла... А-а-а, это, оказывается, звонила Украина. И звонили с ВСУ. Вот я почему. И меня здесь до того... Я лежала две недели, и у меня был нервный срыв. Это было нечто, потому что все звонят. Людмила Ивановна, как вы могли? Ну, как можно задавать такой вопрос? И все, может, подумали, что я что-то от этого не... Если бы я могла сказать в эфир, слушайте, ВСУшники, мне ваши гнилые, вонючие, доллары не нужны. Как вы могли такое сделать? Ну, Людмила Ивановна, вас, конечно, за это время в чем только не обвиняли, но правильно ли я понимаю, что то, что вы сказали, вам приписывают, вы не говорили? Абсолютно. Слава Украине. Слава Украине. Врагам что скажете? А врагам? Так, не дождетесь, что нас не будет, или мы рассыпемся. Я немножко отойду, вот вам. Вот вам, чтобы мы рассыпались. Увидели? Всем привет, народ. Очередной раз офигуру. Я краем глаза только увидела у рыбки этот ролик, даже не задумалась, не посмотрела, думаю, ладно, потом посмотрю, а потом, дай-ка я проверю. Ну, не может этого быть, блядь, ну не может этого быть. Вот, официальное публикование правовых актов. Герб даже свой цветной сделали, типа это все сейчас и навсегда. То у них всегда было черно-белое, теперь у них вот это вот, вот это вот двуглавое, оно теперь цветное. Правительство Российской Федерации распоряжение. Они там курят, я вот смотрю, я не знаю, что еще дальше делать-то с этим. Мишустин, этот налоговик, мздоевец, который мзду собирал с народа, теперь еще оно там сидит и нам распоряжается. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень сельскохозяйственной продукции. Смотрим дальше там, какие. Вот теперь надо эти коды, они же все кодируют, вы понимаете, они все закодируют. Вот, после позиции классифицируем кодом 10.91.10.290, нам с собой книги надо теперь носить с этими кодами. Підпишитесь на канал и не пропускайте новые видео, пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon или других удобных платформах. Реквізити в описании к видео.